Уважаемые близнецы, всем доброго времени суток! Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 3 по 9 июня включительно. Что вас ждет в этом периоде? Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. События этого периода мы рассматриваем в общем, самые важные характеристики, о которых нужно знать касательно дома, семьи, работы, карьеры, ваших возможных доходов, расходов. Также рассматриваем все то, что может исходить в отношении вас из внешнего мира, любую информацию в скрытых факторах. Подводим итоги всей этой недели и в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете закатать картам всего лишь один вопрос желания. Та карта, которую я достану последней, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Думайте о своем желании. Колода готова. Кому нужно больше времени, нажимайте на паузу, а я приступаю к выкладке карт. Уважаемые близнецы, все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его прочтение. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что в основе вашего расклада выпало 4 подряд карты старших арканов. И эти карты показывают основу вашей жизни, то, на чем вы основываетесь, на чем вы стоите. И первый из этих арканов – это карта старшего аркана смерти, далее идет карта дьявола, карта башни и карта правосудия. Все эти карты 4 подряд говорят о том, что вам в жизни нужно что-то радикально менять. Что-то уже требует перемен, но вы пока к этим изменениям не готовы. Вы всячески цепляетесь за прошлое, за настоящее. Вы тешите себя мыслями о том, что вроде бы оно так и должно быть. Сами себе в чем-то не хотите признаваться. Вы продолжаете делать те же ошибки, которые были и ранее. И тем самым сами себе вредите. Карта дьявола говорит о каких-то ваших страхах, комплексах, неуверенности в себе. Но внешне вы должны демонстрировать внешнему миру то, что вы самодостаточны. Вы так и делаете. Вам хочется быть для кого-то очень значимой фигурой, но все это может рассыпаться, как карточный домик в один момент, при малейшем дуновении ветра. Поэтому карта правосудия, которую я вижу в основе вашего расклада, это говорит о том, что вам уже сейчас нужно проработать свое настоящее, прошлое и постараться заглянуть в будущее, чтобы хоть как-то его спрогнозировать и посмотреть правде где-то в глаза или посмотреть сложностям в лицо. До тех пор, пока вы не начнете что-то менять в своей жизни, вас сама жизнь будет постоянно упирать лбом в одну и ту же дверь или в одну и ту же стену. И вам будет казаться, что нет выхода, что мир несправедлив, что, может быть, вас кто-то обманывает или использует. Но по факту это когда-то, собственно, вами допущенные ошибки, которые требуют коррекции. Чем быстрее, тем лучше. Скорее всего, у каждого из вас, у каждого своя ситуация, потому что меня может смотреть огромное количество людей, есть ситуация, которая касается еще чего-то официального. Это может быть работа, это может быть какие-то бумаги, документы. У кого-то это может быть суды или спорные вопросы, которые вас беспокоят. Здесь сейчас ничего не понятно и ни в чем нет стабильности. Сейчас ситуация одна, завтра она может быть в корне другая. Может поменяться власть, могут поменяться какие-то люди, могут поменяться какие-то события. И все это вас еще больше может ввергать в неопределенность. Поэтому те дела, которые у вас сейчас есть в беспокойстве или в нерешенном состоянии, ими нужно заниматься. Если у вас есть какие-то долги, проблемы, их нужно закрывать, потому что позже они все равно дадут о себе знать. К сожалению, я вижу, что даже прослушав этот расклад, многие из вас все равно останутся в том же состоянии, в котором были и раньше, и лишь единицы смогут правильно оценить мои слова. Почему так важно то, о чем я говорю? Потому что те события, которые есть в вашей жизни сейчас, они формируют ваше все дальнейшее будущее. То есть речь идет не о событиях, только о этой неделе. Все гораздо сложнее. Наша жизнь формируется каждый день, и формируется она из мелочей. И нужно мужество, чтобы посмотреть каким-то проблемам в лицо или в чем-то признать свои собственные ошибки или недочеты. И нужна смелость для того, чтобы пытаться что-то менять. Я вижу, что вам понадобится чья-то дополнительная поддержка в таких вопросах. Но когда вы ее начнете искать, вы ее найдете. Я начала с главного. Но в целом, если говорить конкретно о событиях этой недели, для многих эта неделя будет во многом плодотворной и успешной, несмотря на то, что расклад начинается с семерки жезлов, карты борьбы, за место под солнцем. Потому что эта карта говорит о том, что вам каждый день нужно за что-то бороться, за свои интересы, за свои позиции, за свою стабильность. И карта даже напрямую может показывать какие-то конфликтные или спорные ситуации, когда вас кто-то провоцирует на выяснение отношений или кто-то в отношении вас идет с претензиями. Но по этой карте вы кого-то довольно-таки быстро сможете поставить на место, потому что вы выше или сильнее тех людей, которые идут к вам с этими претензиями. Но даже если конфликтов и нет, все равно карта показывает за борьбу, за место под солнцем. То есть неделя начинается в борьбе. Вы к этому готовы. Я не вижу того, чтобы вы этого боялись. Я не вижу, чтобы вы от чего-то бежали. Тут показан характер, тут показан темперамент, тут показан принцип, на который вы идете, в том, что для вас важно. Но к тем словам, которые я сказала ранее, все равно нужно отнестись серьезно и постараться их проанализировать. На входящие события для вас выпла карта рыцаря монет. Это карта активности, как вашей, так и других людей, с которыми вы будете связаны. Больше рабочей, деловой активности. Это может говорить о том, что у вас будут с кем-то разговоры, встречи, переговоры рабочего характера. Вам кто-то что-то может предлагать. Вы кому-то что-то можете предлагать по своим ресурсам. И карта может показывать любого рода, даже командировки, выезды, связанные с работой, или любые текущие встречи, которые окажутся для вас результативными. Потому что все-таки карта рыцаря монет, карта финансовая, и она предвещает финансовые возможности. Даже для тех, кто не работает, но, например, вы в активном рабочем поиске, эта карта уже говорит о том, что даже на этой неделе будет информация, которая вас порадует, и, возможно, реальное предложение, которым вы сумеете воспользоваться. Мы здесь видим мужскую фигуру, поэтому, если говорить о женщинах, на вашу жизнь очень сильно может влиять мужчина своими действиями или своими решениями, или с помощью мужчины вы что-то сможете решить, или, если мужчина вам что-то предлагает, не отказывайтесь, а обсудите. Изначально что-то для мужчин, близнецов, эта карта говорит о том, что вам самому нужно быть активными, но есть еще один мужчина, который будет заинтересован в вас и может вам предлагать что-то интересное, стоящее по работе или по подработке. В малый крест вашей судьбы также выпала еще одна финансовая карта, это восьмерка монет, и мы ее наблюдаем в центре. Это говорит о том, что работа в этом периоде есть, работа стабильная, постоянная, идут заказы, работы много, свою работу вы делаете с огромной ответственностью, с огромным мастерством, за это вас ценят и уважают многие другие люди, поэтому с вами считаются, ваше мнение для кого-то важно. В этом периоде в вашей жизни могут появиться и новые люди или новые знакомства, которые могут быть полезными вам в будущем. Поэтому любые контакты сохраняйте со всеми людьми, ищите общий язык. Также здесь мы видим рядышком карту «Солнышко». Это одна из лучших карт в колоде, которая дает вам возможности, которая дает вам бонусы, которая даст вам радость. Это божественное проведение, это помощь высших сил, это все-таки ваши амбиции, которые вы попытаетесь реализовать. Очень светлая карта, потому что она вас, в общем-то, показывает, как людей очень светлых, которые притягивают в свое поле таких же достойных людей, как и вы сами. Но, судя по нижним картам, я вижу, что в вашей жизни есть и те, кто может очень завидовать, те, кто может злиться на какие-то ваши успехи. А по этим картам я сейчас на этой неделе однозначно вижу успешность. Вы своими знаниями, какими-то своими навыками или опытом сможете делиться с другими людьми. Ваши знания, ваш опыт кому-то полезен. Вы можете сами чему-то учиться, вы можете совмещать работу с учебой, и неважно, сколько вам лет, в любом возрасте вы можете чему-то учиться. Более того, у вас уже в чем-то могут быть свои ученики и последователи. По солнышку для вас фактически нет ограничений в этом периоде, поэтому многие двери вам будут открываться, стоит вам только в них постучаться. В дом ваших финансов выпала также активная карта «Рыцаря чаш». Это предвещает поступление прибыли и возможность воспользоваться своими же деньгами для себя во благо. Я вижу, что у вас есть какие-то хобби, увлечения. Может быть, вы в это захотите вкладывать деньги. Кто-то захочет вкладывать деньги в свой собственный отдых. Может быть, вы будете планировать какую-то дорогу, связанную с отдыхом, или встречу. И, может быть, даже на любимого или близкого человека вы захотите потратить деньги. Здесь мы видим «Рыцаря чаш». Это говорит о том, что если меня смотрят женщины, есть мужчина, который мог бы вам помочь финансово. Это не большая помощь, но вполне посильная и приятная. Это могут быть даже какие-то просто подарочки, знаки внимания. Это может быть какой-то приятный разговор в отношении вашей персоны. Для женщин свободных карта даже может предвещать новую любовь, знакомство, романтизм. А для тех, кто в паре, это возможность улучшить отношения и в доме. Но не исключено то, что и во внешнем мире на вас может еще кто-то обращать внимание. Я не вижу того, чтобы вам сейчас конкретно на этой неделе приходилось считать каждую копейку, потому что деньги будут на все ваши нужды. Даже если у кого-то есть открытые кредитные линии, долговые обязательства, к вам поступают финансы, поэтому пользуйтесь моментом, закрывайте свои долги. Показано, что чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Я вижу, что когда деньги есть, вы относитесь к таким вопросам достаточно легко. То есть вам кажется, что всегда так будет, стабильно, хорошо, и я справлюсь. Но наша жизнь порой вносит коррективы не всегда приятные. Поэтому нужно думать о завтрашнем дне и перестраховывать себя. Поэтому старайтесь преждевременно что-то закрыть или погасить. В этом периоде также не стоит открывать новые кредитные линии, несмотря на то, что у вас хорошие карты в раскладе. Я вижу, что есть человек, даже если на что-то вам понадобится дополнительная сумма денег, хотя по-хорошему вы многое можете решать со своих собственных денег. Вам не откажут в небольшой сумме денег. Скорее всего, это мужчина или это кто-то из вашей семьи. Те, кто работает, но у вас есть семья, я не вижу того, чтобы вы забывали о семье или о своих обязательствах в доме. Вы везде успеваете. Для вас важно, чтобы и в доме был достаток. Очень много трат по мелочам. Где-то вам порой иногда приходится деньгами маневрировать так, чтобы денег хватало на всё. Но при грамотных тратах у вас может ещё немножко и оставаться. В этом периоде даже, возможно, начало каких-то значимых или масштабных проектов, когда во что-то закладывается основа или фундамент, тем более, что в ваш расклад на внешний мир выпала карта Туза Жезлова. Она говорит о том, что вы должны быть активны в отношении собственных идей. Также, если к вам поступают хорошие, интересные встречные предложения, не отказывайтесь. Сотрудничайте с другими людьми. Вы будете как белка в колесе, постоянно в движении, время на отдых мало. Но всё это сейчас принесёт вам дополнительные возможности отдохнуть. При желании чуть позже вы также сможете, опять-таки, грамотно планируете и своё рабочее время. Давайте также возьмём дополнительные карты на профессиональную сферу. И те, кто работает, и те, кто не работает. Что вам нужно знать для тех, кто при работе? Для вас выпала десятка монет. Карта урожая, карта хороших, стабильных доходов, возможность в этом периоде даже заработать лучше. Это могут быть и какие-то бонусы, и поощрения. Великолепная карта для семейного бизнеса. Хорошая карта, если вы работаете в команде также. Даже если вы работаете на других людей. Успех, результат, возможности, стабильность. Всё это гарантировано. Для тех, кто без работы, но вы в активном поиске. Для вас выпала девятка монет. Я вижу, что вы знаете, что без работы вы не будете. И, как я уже говорила, возможно и то, что в этом периоде будут достойные предложения. Примите вы их или не примите, зависит от вас. Для женщин эта карта ещё может предполагать мужскую помощь, которая для вас тоже могла бы быть полезной. Работу найти вы точно можете и работу с неплохой оплатой. Возможно, кто-то из вас уже занимается предпринимательской деятельностью. То есть, даже если это не официальная работа, я не вижу того, чтобы вы были без доходов. Эта карта может показывать какое-то частное предприятие, в котором вы себя вполне комфортно можете чувствовать и уверенно смотреть в будущее. Эта карта может предполагать любые блага, которые входят в вашу жизнь сейчас, которыми вы сможете воспользоваться. Очень достойная карта, поздравляю вас с этим, потому что вы явно чем-то будете довольны. Для тех, кто пока дома и вы работу не ищете, для вас выпала карта старшего аркана колеса фортуны и для вас выпала карта везения. Но эта карта имеет две стороны медали. И она говорит о том, что если есть какие-то нерешённые старые задачи, когда в вашу жизнь входит что-то новое, те старые задачи будут давать о себе знать и тормозить что-то новое. Поэтому и говорится о том, что нужно изначально что-то закрыть по прошлому. Но я вижу, что вы не упустите всё-таки какие-то шансы. Это могут быть и какие-то обстоятельства, и события, и люди в вашей жизни, и информация нужная или новая. Аркан может даже показывать дороги или путешествия, смену обстановки. Я не вижу того, чтобы вы также особо печалились по этой карте. Ну а теперь перейдём в вашу личную жизнь в начале тех, кто в паре. Для тех, кто в паре, выпала двойка монеты, карта старшего аркана солнышка. Две замечательные карты. Они говорят о том, что вы дома тоже, как белка в колесе, тоже не сидите без дела. Может быть дома пытаетесь что-то привести в порядок, тоже есть траты, соответственно. Но я не вижу негатива. Ваша вторая половина вас во всём поддерживает. Я даже не вижу того, чтобы вы особо ругались. Хотя я вижу, что и у вас, и у вашей второй половины были раньше мысли о том, они, может быть, где-то есть в вашем подсознании и сейчас, о расставании. Может быть, до этого доходило. Доходило у вас до разводов, но отношения благословлены высшими силами, и они сохраняются. В отношении дома будут ещё стоять чуть-чуть позже какие-то юридические вопросы, которые тоже нужно будет решать, не откладывая, не перекладывая что-то на потом. Это может касаться чего угодно. Имущество вас или кого-то из ваших родных. Юридическая помощь, вижу, что будет нужна в некоторых делах. Или в каких-то вопросах вам нужно будет действовать по букве закона, соблюдая закон, соблюдая какие-то правила той или иной страны, того или иного государства. Я вижу, что вы что-то сможете в доме организовать, или ваша вторая половина устроит какой-то праздник, или это просто будет застолье. Вообще карты говорят о том, что ваш дом открыт для близких людей, и со стороны близких, родных вы также можете ощущать дополнительную поддержку. Переходим к нашим свободным близнецам. А у наших свободных близнецов ситуация диаметрально противоположная. У вас тут никакой неясности в завтрашнем дне. Если вы сейчас встречаетесь, скорее всего вы понимаете, что вы с этим человеком не будете, но в вашей душе есть какие-то ложные надежды. Эти надежды, они потом рухнут, потому что этот человек всё равно не оправдает ваших надежд, если есть кто-то конкретный сейчас рядышком с вами. Неважно, вы недавно встречаетесь или давно. В этих отношениях, скорее всего, есть кто-то ещё. Тут заведомо были какие-то манипуляции изначально, и вы могли заведомо пойти на что-то, о чём-то зная заранее, но вы и раньше себя тешили иллюзиями. То, что касается новых отношений, вы не готовы к новым отношениям. У вас может быть с кем-то близость, но близость ни к чему не обязывающая. По дьяволу и по башне, скорее всего, вас очень сильно использовали в прошлых отношениях. Вы не извлекли должного урока, поэтому вы снова можете притянуть к себе подобного партнёра. Поэтому вы можете к себе привлечь снова подобного партнёра. Тут есть и какие-то сексуальные страхи или комплексы. Тут однозначно в вашем случае требуется помощь психолога, или вам самому или самой нужно посидеть и проработать что-то по прошлому. Тут есть ещё какая-то очень сложная родовая программа, которая может быть связана ещё с кем-то из старшего поколения, либо модель поведения ваших родителей, бабушек, дедушек. Может быть, их жизнь каким-то образом повлияла на настоящее. Тут нужно что-то и по роду вашему проработать, для того, чтобы вы начали жить полноценной жизнью. Карта дьявола и башни может говорить и о том, что если вы с кем-то расстались, это было очень непростое расставание. Отпустить вы что-то не отпустили, и я вижу, что тут и в спину вам что-то летело. Эти карты могут говорить и о абсолютно другом. Они могут говорить о том, что в вашу жизнь притягиваются люди либо с какими-то своими страхами, комплексами, недостатками. И к вашим страхам могут добавляться ещё проблемы вот этого человека. А вам это не нужно. Вы сами же потом этих отношений не захотите. Эти карты показывают некий опиум, как будто бы алкоголь или что-то то, что смещает сознание. Может быть, к вам притягиваются люди ещё и с такими зависимостями. Или у вас порой бывает такое состояние, что просто хочется выпить. Это не выход, это не решит вашу проблему. Поэтому не подрывайте своё здоровье. Ну а теперь посмотрим, что в скрытых факторах. В скрытые факторы выпала карта короля чаш, карта королевы мечей и восьмёрка жезлов. Для свободных это всё-таки возможность нормальных, полноценных отношений с кем-то после прошлых болезненных разрывов. Но вы должны отпустить прошлое, не обманываться и не комплексовать. Если говорить о женщинах-близнецах, то по королеве мечей это вы собственной персоной. Вы показаны как женщина очень самодостаточная, очень сильная, властная, состоявшаяся. Мужчины автоматически к вам могут притягиваться слабее вас энергетически. Где-то вы их своей силой немножечко отталкиваете. С одной стороны, с другой стороны заинтересовываете. На будущее я вижу, что в любых отношениях вы захотите сразу ясности, для того, чтобы не терять время на бессмысленные отношения. Но здесь я вижу полную жизненную активность. Восьмёрка жезлов предвещает очень много контактов, разговоров, встреч. Заинтересованности других людей в вас. Это касается не только личного, это касается работы, это касается внешнего мира. И юридические какие-то вопросы, которые могут стоять на повестке дня сейчас и на ближайшее время, тоже будут решаться весьма положительно. Если говорить о женщинах, то на вашу жизнь может влиять как минимум два мужских лица. Если говорить о мужчинах, то в вашем случае я вижу ещё одного мужчину и женщину, с которыми вы будете тесно связаны. На завершение этой недели для вас выпала карта старшего аркана «Правосудие». Если говорить о подведении итогов, то всё-таки вы не всем будете довольны, но многое всё же будет решено. Многое ещё нужно будет дорабатывать. Но самое главное того, что вы уже в процессе решения какой-то проблемы или задачи. Конечно, эта карта говорит о том, что вам нужно спланировать правильно события последующей недели. И аркан может показывать любые официальные или юридические вопросы, которые ещё могут предстоять. Может быть, вам нужно будет с кем-то перезаключить какой-то договор, о чём-то передоговориться, во что-то внести дополнительную ясность. Те, у кого есть суды, пока всё сложно, но тут, возможно, апелляция. Давайте посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора. Здесь мы видим карту старшего аркана «Повешенного». Аркан говорит о том, что в каком-то важном деле нужно будет чего-то подождать. Или аркан может говорить о том, что не всё, к сожалению, может от вас зависеть в дне сегодняшнем. Что бы ни происходило, сохраняйте внутреннее спокойствие. Хотя порой сохранять его крайне сложно, в особенности, если меня смотрят свободные близнецы. любые решения не принимайте под воздействием эмоций или натиска других людей. То есть на вас кто-то может в чём-то пытаться оказывать давление, чтобы вы, допустим, быстрее приняли какое-то решение, но вы не торопитесь. Тут время может работать на вас. Повешенный ещё может говорить о том, что вам сознательно нужно, может быть, пойти на какие-то жертвы в каком-то вопросе. Или претерпеть какие-то ограничения сейчас для того, чтобы потом получить то, что вы хотите. Ну а теперь посмотрим на карту вашего желания. Сбудется ли оно? И здесь мы видим шестёрку мечей. Карта даёт ответ «Да». Ваш вопрос, скорее всего, уже в движении. Я вижу, что вы уже проделали какие-то действия и будете продолжать ещё над чем-то работать или что-то делать. Есть ещё один человек, с которым вы вместе, как в одной связке или в одной упряжке. Я вижу, что и на более отдалённое будущее, если брать не только события этой недели, тут ещё и чья-то помощь будет, и конкретных людей, и высших сил. Я вижу, что будете радоваться. И давайте также традиционно возьмём несколько дополнительных карт из «Оракула Ленорман», к которому я сейчас обращусь за помощью. Что ещё вам нужно знать? Несколько карт в произвольном порядке. Карта сердца, карта письма и карта гроба. Ну, тут какая-то сердечная переписка, которая вас может огорчать. Или новости сердечного характера, или разговоры, которые вас могут не радовать. Из-за кого-то вы печалитесь. Не обязательно любовная переписка. Тут может быть человек, который вам дорог. В отношении какого-то человека может быть неприятная информация, потому что я вижу ваши внутренние переживания. Карта дополнительного совета, карта дома. Но прежде всего она может говорить о том, что вас кто-то может из близких поддержать в чём-то. Другой момент — это то, что, может быть, в отношении дома вам нужно будет что-то уладить, или в отношении жилищных вопросов. И также мужчина будет на что-то влиять, или будет помогать, если меня смотрят женщины. Если меня смотрят мужчины, что-то будет зависеть от вас самого. Тут могут и стоять вопросы наследства для кого-то из вас на будущее. То есть у каждого что-то своё. Но это для вас будет очень значимый момент, так как мы здесь видим карту сердца. Потому что здесь будет разговор о каких-то серьёзных денежных бумагах. Но тут и слёзы, душевные переживания, которые может вызывать у вас какая-то информация. Уважаемые близнецы, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Оставляйте обратные комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравится подача информации. Я вам желаю, чтобы все даже сложные карты проигрались для вас максимально комфортным и безопасным способом. До следующей недели, до следующих видео. Всем до свидания.